Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую, мои дорогие. Сейчас для вас будет онлайн расклад. И тема будет называться Почему он молчит? Что он задумал в отношении вас? Давайте будем смотреть. Также, кто уже спрашивал про моих ведьмочек, вот таких красивых, заходите на канал. Здесь на ютубе канал Галина Стар. У нее есть разные ведьмочки. Она продает абсолютно все. И кулоны, и магическую атрибутику, и свечи, и браслеты турмалина. Это специальный ведьмовской черный камень защитный. Заходите, смотрите. У нее очень интересный канал. Она живет в Германии. Хозяйка своего магазина Галина Стар. Заказывайте. У нее под каждым видео есть номер телефона. Итак, давайте будем смотреть. Садитесь поудобнее. Можете налить себе чай, кофе, кто что любит. Вот видите, он уже смотрит в вашу сторону. Мужчина за вами уже наблюдает. Пока вы смотрите этот расклад, скорее всего, он уже шерстит какие-то ваши интернет-страницы. Итак, давайте посмотрим, чем он сейчас занимается. Что у него в жизни происходит на данный момент. Что ваш мужчина сейчас делает. Что вы делаете, чем вы сейчас занимаете. Что у вас в жизни. что между вами сейчас происходит в жизни что между вами происходит жизни ну что смотрим и так ваш мужчина ой как он спрятался ой как он спрятался как не хочет себя выдавать до чтобы вы думали что как будто он занят да у него как будто счастливая хорошая жизнь он занимается своими делами у него как будто все хорошо он вам как будто издалека показывать что у меня все отлично самом деле так вернее на самом деле не так потому что он не показывает вам истину по старшему аркану жрица мужчина скрывает истинное свое положение истинные свои чувства всего лишь для того чтобы вас не провоцировать и чтобы вы не радовались и не злорадствовали что у него все плохо а на самом деле у него не очень все хорошо по той причине что у него не ладятся дела у него есть какие-то конфликты ссоры на работе или в семье ему сейчас нужна помощь и поддержка ее тоже нету мужчина пытается в своей материальной сфере подняться вверх причем он не говорит никому что блин ну я уже крах несу мой бизнес моя работа как бы крах несет он говорить это не будет но опять же для того чтобы не злорадствовали потому что мужчина всегда обо себя найти показывать с такой стороны что у него все хорошо по жизни всегда он самый умный самый грамотный он знает как жить надо и тут он в таком в плохом положении ну как бы знаете вы сами понимаете да не очень то ему и приятно поэтому чтобы над ним не сменялись чтобы его не критиковали здесь мужчина ушел в подполье я свою истину свое истинное я вам показывать не собирается но у него плохо идут дела у него плохо идут дела здесь еще есть такой момент что он я все-таки предполагаю что это хорошо давайте сначала про работу скажу я предполагаю что на работе все плохо но не до такой степени чтоб там крах прям был но как-то вот крах уйдет потихонечку там возможно речь идет о том чтобы его уволили или он чтоб сам с работы ушел там речь идет о том что с кем-то из коллег или с начальством он уже перепинается он уже ругается у нас там выясняет отношения здесь еще такой момент может быть если у него есть ребенок в его семье ребенок то что там какие-то тоже проблемы связаны с ребенком может быть ребенку устроить надо на ребенка там что-то купить надо или ребенок ему нос мозг выносит да то есть какие-то такие есть моменты естественно он вам об этом не скажет он вообще никому об этом говорить не собирается но здесь мужчина считает что я как-нибудь сам решу этот вопрос и чем меньше будет знать кто-то об этом тем лучше теперь вы вы сейчас проходите какие-то уроки 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 судьбы сейчас именно тот такой период пришел когда есть некий шанс когда вы должны выйти вот смотрите здесь ребенок видите тут ребенок выходит вы здесь уже горн просто звучит до ребенок выходит из заточений из темного царства вы этот ребенок который выходит из темного царства на данный момент все кто меня сейчас смотрят ваши жизни происходит кармические изменения вы про вы уже прошли и уже чуть-чуть осталось проходите какой-то урок многие из вас по шансу туда по жезлу поменять место жительства кто-то поменяет свою жизнь кардинальным образом кто-то переезжает кто-то что-то покупает кто-то что-то продает меняет место жительства кто-то устраивается на новую работу кто-то открывает все-таки свой бизнес у кого-то просто идет бизнес так скажем в гору собственное дело до начинание какие-то открытия какие-то то есть вы выходите из темноты потому что высшая сила вам открыла и уже звучит горн когда нужно уже как бы появиться кто из вас тут скоро станет мамочкой я вам скажу что этот ребенок прям будет знаете целованный господом богом тоже хочется сказать потому что ждут уже все это появление этого ребенка вы ждете высшая сила ждет да родители близкие то есть кто-то здесь и ребенок будет очень хорошие в это прям тоже чувствуете тоже знаете многих из вас сейчас просто обостренное чувство такое предвидение у кого-то из вас обострилась интуиция многие из вас сейчас практически видят сны кто-то из вас ушел в эзотерику в астрологию в нумерологию кто-то взялся за карты таро и прям вот вы чувствуете что надо гадать гадать и гадать слушайте свое сердце потому что вам тоже идет знак что этим надо заниматься у кого здесь есть умершие умершая мама сходите на кладбище помянуть надо потому что в последнее время будете видеть от нее какие-то знаки возможно она придет вам во сне и что-то вам скажет поможет с каким-то вопросом я бы еще сказал у кого есть предрасположенность как это сказать предрасположенность к болезням которые идут по роду по материнской линии сходите в больницу проверьте сделайте диагностику понимаете если у вас там до десятого поколения женщины страдали я не знаю коленями например да я не знаю с космом скелетом так скажем да у кого были проблемы с этим все мне из головы летела у меня из головы в общем вы меня поняли на то есть если у вас есть какие то вы вы знаете что это хроническая как бы у вас уже надо лечить надо лечить у меня у мамы так проблема была у бабушки проблема была с коленями с ногами с позвоночником понимаете со скелетом нужно сходить и провериться потому что сейчас такой момент когда болезни могут о себе дать знать так что-то я еще хотела сказать а подождите меня здесь прям что-то я еще хотела сказать у вас у многих на данный момент может быть как искать нет сейчас осенья хондра осенья хондра понимаете очень осень только наступила вот только наступила осень а у вас уже началось девочки покупку купите я не знаю таблеточки каким-то витаминчики радости или что-нибудь таком в таком плане купите кофе очку купите там я не знаю что-нибудь какой-то напиток я не знаю разводите чайный гриб камбучо кстати очень полезно для желудка и после него сразу такая радость появляется не знаю откуда я сама кстати выращиваю чайный гриб пью потрясающая вещь это просто потрясаю потрясающая вещь я не знаю там может быть какие-то напитки что вам нужно не хандрить вам нужно выйти из депрессии из плохого настроения из уныния потому что такая погода знаете ходишь и спишь на ходу понимаю у нас уже какой второй третий день дожди и у нас же радуга я показывала у нас тут уже плюс 9 понимаешь ли начало сентября плюс 9 потрясающе просто и вот такое состояние когда хочется вот вот вообще не вылазить не с кровати и вообще ничего делать не хочется но жить то надо понимаете жить то надо а дел то много и из-за тебя никто ничего не сделает поэтому как-то зарядитесь витаминчика с я не знаю там витаминчики попейте или же купите эти как в апельсинчики витаминчики да еще что я хотела сказать кто-то едет из вас кто-то едет это это путешествие это путешествие в в теплую страну если вы думаете стоит брать путевку стоит ли отпрашиваться стоит ли брать командировку там да да то есть отпуска берите я вам говорю берите вам нужно солнце нужно витамин d вот витамин d d3 попейте потому что здесь всем нужно вам солнышко лето было короткое я не знаю где вы находитесь может быть где-нибудь в греции или в турции там солнца достаточно у нас как-то солнца прям мало я не знаю три имеет три месяца и все в дождях какое-то такое лето непонятное холодное попейте ли там вам нужно согреться вам нужно немножко такого знаете адреналина драйва и энергии такой так все вот смотрите что между вами оба до друга любите но вот оба друг друга любите и оба хотите быть вместе понимаете у него такое отчаяние что уже назад ничего не вернуть что он 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 только фантазирует вас вот как могло бы быть а как получилось бы а как вот должно и так и это то есть понимаете мужчина вас постоянно мечтает фантазирует вас представляет вы тоже хотите вы понимаете что вы его любите он вас тоже любит но приедь уже ко мне но как сделать чтоб ты ко мне приехал вот но не едет он и все все что он может сделать а как только по фантазировать активных действий с его стороны нету вы более активны чем он но вы прекрасно понимаете блин если я был мужиком так я тут вообще ворвался просто в его жизнь не спрашивая так и я же не мужчина это он мужчина почему не бездействует вот давайте будем смотреть возможно тут трехугольник у кого-то проигрывается почему он молчит что он задумал ваших отношений давайте ему вопрос зададим почему он молчит и бездействует ну потому что она меня заблокировала потому что она не хочет со мной общаться потому что она развелась потому что она поставила точку потому что ей все стало понятно она меня послала в лес отлично а ты чё не мужик что ли ты чё добиваться не можешь тебя женщина послала ты и пошел ты чё такой меланхольный то о чем хочу я могу сделать я же не могу как бы здесь себя так активно проявлять она уже послала меня что я здесь буду делать что я буду насильно и и буду за руку держать если она меня не хочет поэтому я ничего не делаю я жду пока она она же меня послала она меня заблокировала так пускай разблокирует пусть пускай снова мне напишет или скажет прости вот я погорячилась но дура я была дурой а теперь тебя возвращаю он ждет когда вы сделаете какой-то шаг конечно а он смотрит на вас а вы в девятке пентакли типа послала и пошла работать понимаете как будто вообще его и и не было он видит ваши безразличия к нему вы не показываете не своих чувств мы не показываете своих эмоций у вас на первом месте это деньги семья ваши питомцы ваша работа и ваша стабильность вот и все вы из той категории женщин которые считают любовь любовью а кушать хочется всегда хорошо теперь у меня такой вопрос к мужчине до женщина себя так ведет правильно делает потому что если мужчина с ней так обращается куда она должна идти не на панель же деньги зарабатывать и пошла работать потому что и семью надо кормить и дом надо поднимать там я не знаю страну блин елки-палки а мужчина все он и и он и рад наверное да и как он теперь так меня карту пола так и как он теперь на это все смотрит что вы от вас не духу ни слуху и чё дальше о чем дальше он тоже в затишье у нас четверка мечей он затишье он сидит и думает смотрите как наполеон перед первым пришествием до сидит и думает тут как мне идти теперь взад вперед или как как вообще в наступление да и чё он там думает и чё ты там дальше думаешь ну а чё я думаю я вспоминаю прошлое потрясающе просто ума палата сидит и вспоминать нет чтобы думать как он пойдет к вам он сидит и вспоминает как было как мы с ней встречались как мы с ней улыбались как танцевали и все остальное может быть вспоминает детей ваших общих я не знаю почему он во вспоминаниях находится ему не во вспоминаниях нужно находиться ему план действия нужно сесть и решить как он тут понимаете как за шахматной доской я вот так пойду как будет не ферзей конем пойти чтоб сразу шах и мат как него стратегический план мужику не хватает он сидит и думает а как было а как бы вот так мужика пошли на лесом нет чтобы взять и подумать что на как назад вернуться он сразу уходит в себя в ностальгию он вспоминание боже мой активных действий никакие сколько ему лет а что у него уже нету никаких никакого драйва и никакой жажды активно себя проявить как мужика сколько ему лисиму 70 лет что ли или 80 а тут что я глубокого с глубокого старика что ли смотрю что такое без инициативно то я не пойму господи не дай бог такого на войну еще отправить а сразу битву под ватерлоу проиграем идем дальше идем дальше идем дальше ну и чё он там воспоминания хочу дальше те воспоминания греют что ли а чё они его в подвешенном состоянии держат вот висит он вот так вот понимаете вот так легче висеть послать окажется мужика надо чтобы он там висел оказывается а вы наверное ждете чтобы его послали он будет какие-то действия предпринимать а сейчас будет он действие принимать он висит вон все не висит у него там понимаете господи шоу за мужики пошли ай бог милую еще дальше давай еще ты так долго висеть то будешь ну нет он так повисит повисит а потом видать ну я не знаю там же когда висишь там же как его кровь голове приливает к мозгу понимаете что мозг начинает работать видать да уж не просто так висит и тут он возьмет все в свои руки колесница здесь еще знаете какой момент есть все-таки мужчина ждет инициатива от вас но если вы поумнее такая женщина умная грамотная вы конечно ничего делать не будете а если вы такая прямой хочу быстрее к мужу там хочу быстрее к нему на ручке конечно вы сядете сами к нему прикатите просто понимаете вот что он и хочет очень сильно чтобы это не он вас добивался а вы его типа вы его послали значит сама и вернешься да ты сама со мной развелась значит сама меня и вернешь ты меня послала значит сама придешь извинений попросишь и я к тебе вернусь мужчина делает акцент на это если вы ничего делать не будете потому что вы по девятке пентакли должны заниматься своей жизнью работать семья дом хозяйства бы все избирбанк на карточке вот чем вы должны заниматься он никуда не денется он повисит повисит поймет что его никто здесь спускать с подвешенном состоянии не собирается а кровь в голове приливает да и мужчина все-таки поймет что надо двигаться все я должен к ней приехать я должен с ней увидеться отлично ждет бедный до последнего до победного просто хорошо еще и какие планы приехать еще чуть дальше про приехать и все но конечно он к вам приедет и будет с вами ругаться он будет говорить какая-то и женщина да почему ты со мной так поступил он будет вас во всех грехах мира обвинять что за то что он висел так столько времени вы тоже будете как бы знаете не правы он за это вам тоже выскажет он вам выскажет все абсолютно он вам все припомнит да он еще вам скажет что я такой красавчик да за мной столько женщин бегают а ты заставляешь чтобы я перед тобой унижался ты кто вообще так а то есть мужчина мужчина здесь вам еще себя покажет как принца датского который вы в подвешенном в подвешенном состоянии столько времени держали а тут он еще скажет у меня три больших образования я тут учился в оксфордском университете родители мои как бы преподавателем гимо а ты меня заставляешь женщина ты заставляешь меня так унижаться я тебе еду тебе через весь через всю страну от северного полюса чтобы ты мне дала согласие чтобы ты ко мне вернулась слушайте он вам припомнит все абсолютно как как здесь первое знаете значение что для него имеет как вы имели право так его унизить его послать предать не то что придать а здесь тоже не речь не о предательстве здесь речь о том что вы его как будто это для него это как предательство вы его послали сказали пошел к черту все я тебя ухожу я найду себе другого для него это такое предательство понимаете да тут у него еще у кого-то из ваших мужчин герб висит родовой если он вам скажет что он десятом поколении внук дракулы то есть как бы тут подскажешь ну да блин и блин извини ну извини если бы я знала что то есть что ты внук дракулы я бы никогда с тобой не развелась бы и нахер тебя не послала ну прости милый я не знала ой кошмар тут такой горно хлопец которого что ты что ты ты вы вообще не имели права его как бы посылать да еще еще да да он такой собственник а он такой ревнивый он еще знаете он такой хитрый вот сейчас слушайте он может появиться в тот момент когда где то почувствовать что вы себе лихах или завели или замуж собираетесь выходить он как фильме этот москва слезам не верит помните когда у нее уже все в личной жизни стала налаживаться тут явился не запылился бывший до который сказал что я хочу увидеть нашу дочь мама вот здесь как будто то же самое понимаете вот он может появиться тот момент как когда у вас уже кто-то появится и он как бы себе да знать ты чё красотка типа смотри я какой хорошенький ты чё меня забыла нашла себе другого какая ты женщина неверная да а я думал что ты святая а ты такая оказывается как все ты такая как короче вы поняли девочки также еще здесь момент такой может быть что мужчина появится красиво появится опять же на белом коне как надо все появится и скажет давай будем мириться ты для меня очень важна ты мне очень нужна я старался я тут зарабатывала деньги поэтому меня так давно не было я не потому что про тебя забыл что у меня кто-то появился как ты могла такое подумать да я отсутствовал потому что деньги зарабатывал потом и кровью с утра до вечера на бами на на крайнем севере с медведями там работал шпалы ставил как ты могла так подумать почему я тебе не звоню не пишу то есть понимаете аккуратно очень может переиграть это всего лишь для того чтобы вы снова с ним помирились еще все кто у меня девочки смотрят так хочет сказать из благополучной страны из благополучного города а мужчина не из благополучной страны и не из благополучного города решайте сами откуда вы да то мужчина очень сильно хочет к вам приехать ну я не знаю может быть вы где-то живете в лос-анджелесе понимаешь ли а он в деревне куку его мужчина очень хочет к вам приехать а вы уже давно его лесом послали и считаете что он вам вообще не нужен он появится он появится и будет так хорошо петь на уши чтобы все-таки вы его пригласили но уж сильно хочет мужик попасть лос-анджелес вы понимаете о чем я да я пример привела но это как-то вот из этой роли я не знаю может быть вы в москве живете у вас квартира четырехкомнатная напротив кремля а он где-то действительно на северном полюсе с медведями практически а ему так хочется попасть в столицу имейте ввиду тут есть такой момент тоже в принципе тоже понимаете что ему нужно но вот имеете ввиду у кого-то это проигрывается еще тут узнаете тут мужчина достаточно очень харизматичный достаточно очень симпатичный не глупый мужчина такой где-то коварный такой стратег можно сказать мужчина очень себя любит возможно несколько высших образований или несколько специальностей у его и голова хорошо работает и руки такие знаете не из одного места растут тот тут мужчина прям действительно очень хорошенький но его поведение ни в какие ворота просто не лезет вот ни в какие ворота его поведение это просто что-то вот выкини и брось я не знаю почему у него такое поведение ладно давайте по отношению к вам почему у него такое поведение такое какое-то негативное такое какое-то отрицательное холодное почему а сейчас скажу еще еще а вот так вот а потому что вы разные культура вероисповедания страны а потому что вы императрица а потому что вы шикарная женщина а потому что вы хочет чтобы вы ему принадлежали от и до чтобы вы повиновались чтобы его слушали чтобы императрица ему извините ботинки вытирала и в ногах чуть ли не валялась и спрашивала дорогой сегодня тебе что приготовить милый мой во сколько ты придешь вот что он хочет а вы такой не являетесь вы с характером если надо в лес отправить и мало не горюй вот и все поэтому него к вам такое отношение еще здесь мужчина очень сильно вас ревнует и он не хочет чтобы вы еще там к так скажем хвостом виле виляли перед каким-то другими мужчинами он считает что такая красотка такая императрица должна повиноваться только мне вот так и на все его не доста недостатки и достоинства вы должны по-любому быть с ним и на все должны быть согласны это знаете как китайская жена которая говорит вот так вот руки ставит да милый мой такая знаете вот китайские жены они всегда вот когда уходит муж или приходит они вот так повелевают да вот так руки складывают перед лицом и наклоняются да хорошо хорошо вот он хочет чтобы вы были как китайская жена понимаете и еще здесь мужчина вас воспитывает даже если он на 10-15 лет вас моложе он вас воспитывает под себя вот так вот вы очень разные мужчина такой строптивый он такой любовь любовник герой любовник он такое как сказать мужчина такой видный такой шикарный типа я самый лучший да и он хочет чтобы вы его воспринимали таким какой он есть и на все закрывали глаза чтобы вы были рады от того что он рядом понимаете поэтому он с вами вот такой он хочет чтобы ему повиновались вот он скажет так нам нужен 10 ребенок чтобы 10 ребенка родили что он там скажет все я я сказал так значит так мы переезжаем все мне ничего не надо вот вы что по согласились и переехали хоть на чукотку с ним понимаете здесь мужчина хочет чтобы вы его слушали повиновались чтобы во всем его потакали ну вот хорошо еще почему он молчит и что он задумал в отношении вас самое ближайшее время следит за вами интернет ему в помощь он каждый раз говорит как хорошо чтобы как хорошо что придумали интернет я хоть последить могу за ней потому что вы от него закрыты вы к нему спиной вы вообще о себе не даете знать как будто вас нету а у вас времени нет о себе давать знать вы работаете делами занимаетесь здесь мужчина будет за вами наблюдать сто процентов даже если вы работаете вместе он за вами будет наблюдать и будет наблюдать так что вы даже не поймете он за вами следит или нет такое он знает как наблюдать надо в какую замочную скважину смотреть надо в какой бинокль нужно смотреть в каких интернет страницах вы там все соц сетях находитесь онлайн и вы линия в онлайне он все за всем следит это еще тот цей рушник чтобы он хотел от вас еще чтобы он хотел от вас еще повиновение повиновения ирофант и император чтобы эта женщина мне повиновалась чтобы она была со мной чтобы она не рыпалась чтобы она от меня не бегала чтобы она мне тут свистопляску и мне здесь мозг не взрывала чтобы она была хорошей хозяйкой чтобы она ждала и слушалась мужа чтобы она была со мной до скончания века что если меня завтра отправят в Сибирь на ссылку она как жена декабристая верно и покорно за мной пошла вот чё ему надо вот чё ему надо чтобы вы его поддерживали чтобы вы его кормили чтобы вы ему как бы были хорошей хозяюшкой чтобы вы поддерживали вот этот очаг семейный чтобы вы были за мужем а не перед ним чтобы вы во всем его слушались и хранили ему верность слушайте все элементарно ватсон все элементарно понимаете здесь у нас император ирофан тут у нас домостроевец такой хозяин понимаете хозяин тут у нас как это я забыла патриархат вот у него тут патриархат по полной он тоже на самом насмотрелся как у него в семье то было отец мать все отец на как по стулу так стукнет кулаком мать тут же подпрыгивает говорит конечно милый дорогой как скажешь так и будет все вот он точно так же ходе хочет знаете когда в дом приходишь там большой стол и во голове прямо у самого стола сидит сам хозяин мужик а женщина там уже у плиты у печи все несет на стол ну конечно он как скажет так и будет как кубанские казаки знаете вот они тоже такие же с характером вот у вас есть не кубанский казак вас не кубанские или не украинский хлопец тут у нас сидит а который все знает как надо правильно жить что тут скажешь я не знаю я не знаю что тут сказать то вы должны принимать его со всеми его достоинствами и недостатками вот что вы должны делать по справедливости к нему относиться раз по справедливости даже если он выпивает а выпивает он говорит что тоже не от счастливой жизни женщина если ты не будешь меня постоянно перебивать если ты не бы если ты перестанешь меня постоянно докучать меня воспитывать то я и пить перестану я что ж не от хорошей жизни пью ты должна понять что я тебя люблю я хочу я хочу спокойной нормальной жизни а что ты постоянно со мной тут припинаешься со мной в основе отношений выясняешь со мной ссоришься меряешься я не пойму что ты постоянно пытаешься мне доказать нет и сыра и соревнования не нужны у кого круче у кого сильнее у кого больше я тут мужик а я как сказал так и должно быть знаете он умеет любить он умеет любить у него есть чувство к вам это все есть я не могу сказать что здесь мужчина бездушная машина нет у него все это есть просто он тут сразу устанавливать свои правила мужские как должно быть потому что он знает как должно быть понимаете вы не знаете а он знает вот так вот да вот десятка кубков он знает что такой семья как должно быть в семье вот как даже муж жена дети я знаю ответственный строгий в семье десятка пентакли вот видите видите он все говорит что он знает вот он вот смотрите вот семья в ней видите вот дедушка его это он наверное маленьким был да у него есть уже есть уже примерно что полагаться да на кого быть похожим у него в семье так было и он считает это правильно женщина должна быть за мужчиной семье должны быть дети семьи должны быть животные дом должен быть общий то есть ну я не знаю ну да и мужчина должен тут как полководец застал за собой как говорится войска вести отпор может дать здесь мужчина который который знает он короче все знает девочки он все знает и отпор может и защитить может и семью создать крепкую самая главная причина проблема это вас вы его не слышите вы его не понимаете гнете свою линию опровергаете спорите его спорите с ним пытайте его проучить я не знаю перевоспитать а он у нас все знает оказывается он у нас это уже давно все проходил он уже правильно у нас воспитан в патриархате в семье такой традиционный где папа мама дядя тетя я не удивлюсь если он родился в большом клане каком-то знаете вот как на кавказе да или средней азии там же любит там все семьи большим кланом там все там и и папа мама и дедушка с бабушкой и в италии кстати тоже и испания тоже знаете там кланами все живу да и прадедушка с прабабушкой все в одной семье да а сам он такой хитренький король пентакли такой хитренький в плане денег он может вам говорить денег нету ну а что зарплаты нету денег нету сам так у него всегда есть деньги а вам будет говорить денег нету здесь такой мужчина очень чтобы держать стабильность чтобы удержать все под собой да вот вот это вот все что ты создал чтобы это все удержать конечно без семерки мечей никуда абсолютно никуда без семерки мечи он прекрасно понимает что было всем хорошо и нашим и вашим надо немножко вот так изворачиваться и хитрить слушайте ну тут вообще здесь такой мужчина потрясающий девочки найдите с ним общем общий общую тему и найдите к нему общий подход и и все у вас будет хорошо с ним можно прекрасно создать семью и поладить можно можно традиционно мыслит правильно то что сейчас уже кстати вымирает у него мысли такие что семья что такое семья родители дети ну хорошо он к этому пришел наверное я не знаю или он с этим всегда жил но по крайней мере он этого хочет да вот такой был расклад пишите пожалуйста и комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал подождите давайте посмотрим вам вопрос не вопрос а совет так интересно я просто даже задумалась чувстваки мужчины делать аж страшно сразу выходить замуж или немножко подождать давайте посмотрим девочки вам совет от высших дел что с таким мужчиной делать бежать от него бежать говорят меняетесь менять не подождите что тут карты говорят по колесу фортуны вы все равно к нему вернетесь потому что до сих пор вы его любите и принципе вы его любите но тройка мечей конечно разбитое сердце вы не можете простить то что он вам разбил вашу любовь но по колесу фортуны он вам должен доказать свою любовь и тогда вы немножко может быть его примите заново назад но он должен доказать вам свою любовь то что вы ушли от него правильно сделали потому что ну невозможно жить вот так вот а когда сердце разбито но по колесу фортуны это ваш мужчина ваш мужчина значит он должен осознать он должен принять решение должен что-то для вас сделать он должен вас вернуть к себе и начать все заново так как он тут расписал отлично все понимаете всю семейную жизнь вот такой был расклад вот теперь пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал не забудьте про колокольчик уведомление самое главное будьте счастливы пусть вас лично и личной жизни все наладится с вашим мужчиной я вас всех люблю целую обнимаю и до скорых встреч спасибо